Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, Яна, что психологи не дают советов. Это первое. И поэтому на это я бы рассчитывать не стал. Дальше. Если вы говорите о том, что вам нужна помощь, да, какая-то, если хотите, чтобы мы вам помогли, то в первую очередь давайте мы с вами разберёмся в том, что на данный момент вы сами могли бы, ну, скажем так, посчитать за помощь. То есть, что для вас, по сути, будет помощью, вот, ну, буквально, буквально, что вы посчитаете за помощь, вот. В этот момент, на мой взгляд, очень был бы важен, да, вот. А дальше, значит, ну, немножко вот тут, скажем так, забегая вперёд, да, мне бы хотелось сказать несколько о том, что, по-видимому, проблема заключается в отсутствии между вами и мужем так называемого базового доверия, вот. Которая, в свою очередь, ну, вероятно, связана с тем, что вы друг друга, вот, ну, не то чтобы так вот сильно, да, интересуете как личность, вот. И когда отношения между людьми несколько, вот, проседают, да, скажем так, вот, то начинаются всякие разные проблемы, призванные внести какую-то причинку в отношения. Ну, вот. Итак, мне 33, мужу 38, брак и 10 лет. Какое вы значение преднадёте возрасту и возраст вашего брака? Вот. А как вы пришли к браку? На чём вы выстраиваете свои отношения? Что между вами общего? Каждый год он едет в отпуск в родной город с родителем, там у него происходят встречи выпускников из университета, где он ещё парень и 5-7 девушек собираются вместе на даче, выпивают, общаются, заселятся. Поэтому там почти всегда его, там всегда его бывшая институтская любовь. Они не встречались, но все годы доставали, и даже когда мы уже были женаты, они иногда вписывались в соцсетях. Он даже пьяный, и писал, что любит. Смотрите. Ситуация, конечно, неприятная. Это правда. Но, на мой взгляд, здесь подумать нужно о другом. О том, почему муж, да, раз, пишет этой девочке, что она её любит. То есть, какого роля вы в таком случае, выстраиваете отношения между собой. Что ваш муж, вот, другой девушке, пишет, что он её любит. То есть, как бы, ну, это же, вероятно, вероятно, связано с характером отношений между вами. И этот характер, отношения между вами, необходимо поисследовать. Вот. Понимаете, да? А как вы, например, на эту ситуацию реагировали? Каким образом вы на нее реагировали? Когда, как вы на нее реагировали? Наверное. Когда это происходило. Как на это реагировал ваш, ну, муж, да, на то, что он вот так делал? И мы сейчас не говорим о том, чтобы его обвинять или вас. Но нам важно разобраться в этой ситуации. Нам важно понять все аспекты и нюансы. Дальше. Причем я узнал об этих встречах случайно и фотографии на ее странице ВКонтакте. А почему вы заходите на ее страницу ВКонтакте? Ага. Вот. Опять же. Такое ощущение, что вы большее значение придаете своему мужу или вашим отношениям, нежели чем себе. Он мне нравился кроме нас эти встречи от меня. Ну, потому что, вероятно, знал, как вы отреагируете. В прошлом году я узнал, а об этом был вообще скандал. Ну, вот опять же. Какой ваш вклад и отношение к скандалу? Изучите, пожалуйста, психологическую игру, которая так и называется, скандал. Вам будет понятно. Он говорит, что там ничего нет, никакой измены, ничего такого. Он говорит для него эти люди память об институтской годах, и что я не доверяю ему и запрещаю туда ходить. Скажите, пожалуйста, Яна, как считаете вы? Ну, то есть вы считаете, что муж не прав, говоря вот то, что вы запрещаете, ну, запрещаете, грубо говоря, ему это делать. Вот, то есть, ну, поделитесь, пожалуйста, как вы, как вы сами. Относитесь к тому, что, ну, условно говоря, человек, ну, говорит, да? Вот, то есть, ну, вот, как вы сами считаете в этом случае. А, Оля, замужем. Туда, там иногда даже заходит ее муж, то есть я вижу, что мой муж ее не интересует, скорее всего, никаких измены действительно нет, доказательств никаких не нашла этого. То есть, то, что вы ищете доказательства, говорит о том, что вы боитесь близких отношений и подсознательно хотите их разрушить. У меня эта ситуация вызывает сильную ревность и обиду. А у ревности и обиды есть основания. Ревность – это неуверенность в себе, низкая цена оценка, страх одиночества. А обиде – это, значит, обесценивание своих собственных желаний и постановка их в зависимости от другого человека. То есть, ну, перекладывание ответственности за это на другого человека. Я чувствую, что обманулись, что я теряю доверие от всего этого. Ну, доверия у вас никогда не было. Нельзя доверять другому человеку, доверять меня только себе. То есть, опираться на себя. Этого у вас нет. Отсюда ощущение обман. Мне кажется, просто надо оставлять в прошлом. Ну, это вам кажется, человек. Другое мнение. И зачем оставлять в прошлом то, что нравится? Тут, мне кажется, он не может как-то отпустить эту девушку до конца. Но, опять же, вам с одной стороны так кажется, с другой стороны очень важно понимать, что есть ситуация, ну, в какой-то степени, да, объективная, вот, то есть, ну, есть, вот, объективная ситуация. То есть, есть, ну, как бы, ситуация, которая на самом деле есть, вот, а есть то, что вам кажется, вот, и я бы сказал, ну, вот, пожалуй, что это... Ни одно и то же. То есть, это совсем ни одно и то же. Это разные вещи. Вот. Другой вопрос, что значит для нас, если человек действительно не отпустил девочку? Так, мы с ним, как бы он не признаёт свою вину, говорит, что я придумываю то, чего нет, и что это нормально видеться с бывшими в таком формате. А вы считаете, нет, почему? И всё, мы должны вину признать. Свою. Но для меня это ненормально. А чем? Давайте разберёмся. Давайте, давайте разберёмся. Чем это для вас ненормально? Если в этом есть ваше собственное, скажем так, вовлечение, если вы в этом, ну, сами вовлечены, если вы в это сами вовлечены, вот, это одно. Тогда можно говорить о наличии проблем, ну, вот, психологических здесь у вас. Если же, если же дело касается ваших ценностей, это немножко другая сторона. Ну, и говорить об этом нужно тоже по-другому. Он, так, я себе не позволила бы и числу вину, только почему вы по себе думаете о человеке, он не хочет отказываться, говорит, поехали со мной, пойдём на встречу встречи. И почему вы не хотите пойти на встречу встречи с ним? Вот. Я не понимаю, какой вы хоть, ну, как вариант пойти с ним вместе поехать, ну, почему-то вы этого не хотите, вот. Как найти компромиссы, понять друг друга, а что именно понимать? Ну, то есть, вам, чтобы озвучить, что именно молодому мужу нужно понять, вам нужно это сказать, сначала понять. Вот. То есть, если у меня такие ценности, а у тебя такие ценности, ты не хочешь отказываться за это, и я не хочу от этого отказываться. Нам нужно понять, мы можем с этим жить, или это критично, если это ценности. А если это психологические проблемы, так о чём говорить? О том, что вот у меня такая психологическая проблема, что я ревную, и поэтому ты туда не пойдёшь, ну, так это уже нужно решать. Вот. А получается, ему плевать на мои чувства? Нет, человек просто ставит себя выше вас. Это нормально, это означает, что он себя любит, а значит, любит вас. А мне на него развлекательство контролировать и что-то запрещать, а для него это важно. Ну, да, но опять же, здесь история не про то, что вам на него плевать, а скорее то, что вы пытаетесь решить свою проблему какую-то, вот. Получается, что важнее, чем я. Не очень понял, что здесь вы имеете в виду. Хочу получить какой-то взгляд с вами и совет, как поступить. Пойти на психотерапию. Начало вам, потом вместе с мужем. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok